Примерно связку. Король Ж1, ФС4, Ислон Д4. Пешки А2, Ж2, А3. Ж2, А3. А3 и черные. Король Ф8, ФД6, Ислон А5 и пешка А6. Пешка А6 и еще две, Ж7 и А6. Все партии я привожу, собирал из разных, все премьеры из разных партий бастеров и краспейских. Слон Е5. Не просто выдаем. Слон Е5. Е5. Это следующий прием, который называется связка. Как белые могут выиграть со связкой? Слон С5. Слон С5. Но начало правильное. Слон С5. Теперь кажется, что белые выиграют нельзя, да? Но черные тоже могут воспользоваться связкой. И как пойти? Слон С6. Они могут пойти раз и слон В6. И ферзя не возьмешь. Потому что вы связали ферзя, а черные связали слона. И как будто бы они спасаются. Потому что если взять и на В6, то против ферзи В6 получается ферзя трепешка, против ферзя трепешка. Терпся в 4. Как? Терпся в 4. Правильно. Такой красивый ход. То есть белые второй раз используют связку. Сначала они связали ферзя, а теперь они еще и нападают на сказанного ферзя, дают шаг. И ферзь теряется. А если они сидят, а если ферзь не дать сломал? Сломал мошага. А сейчас они под шагом. А здесь ферзь не может взять, если он связан. А. Это и называется связка. То есть мы сначала ферзя связали, а потом на связанную фигуру еще и напали. А в связанную фигуру не деваться некуда. Да еще с шагом. Вот. Это второй элемент, связка.